Я представляю следующий доклад «Целиндрические реакторы Липучки» докладчики Дмитрий Муринов, Полина Бакюхина и Андрей Кузьмичев. Добрый вечер, коллеги. Хотим представить вам наш проект «Целиндрические векторные пучки». Над проектом работали Мурин, Дмитрий, Кипотич, Наполин и Кузьмичев, Андрей, научный руководитель Рябов и Даниил. Сначала хотел бы поговорить о том, что же такое «Целиндрические векторные пучки». То есть, если кратко, то это частное решение уравнения Максвелла, которое обладает пространственно изменяющейся поляризацией и целиндрической симметрией. В связи с тем, что у наших пучков есть целиндрическая симметрия, то их можно подразделить на два типа. На тип с радиальной поляризацией и на тип с азимутальной поляризацией. Стоит заметить, что симметричность также выражается в том, что они симметричны по фазе и по амплитузе. Зачем, собственно, делаем этот проект и как его применять? На данный момент проводится достаточно большое количество исследований, в том числе и на нашем факультете. Имеется множество применений, то есть, лирически активные пучки можно применять как в медицине, так и в оптике. То есть, в оптике можно просто эффективно возбуждать резонаторы, а также получать вторые гармоники для собственных нужд. И следующий вопрос в том, как же их генерировать. В целом, все методы генерации векторных пучков основаны на методе интерференции. То есть, мы просто накладываем несколько пучков друг на друга и получаем нужный нам. Однако способ получения может быть совершенно... В частности, способ получения может быть совершенно разный. Их можно получить как вне резонаторов, то есть, используя несколько световых источников, так и внутри резонаторов. То есть, получая вторую моду уже непосредственно внутри резонатора и производя наложение пучков внутри резонатора. То есть, есть более простые методы, такие как фазовые пластинки, либо же пространственные модуляторы по типу SL-матрец. Слово передаю Бурину Дмитрию. Да, придем к теоретическому описанию. Для того, чтобы нам вывести компоненты теоретических пучков, про которые ранее говорил Андрей, это радиальное и азимутальное, нужно решить скалярное уровнение Голюббойца. Соответственно, единственное, самое его знаменитое решение – это гауссов пучок. Для начала выведем его, а дальше из него уже выведем модуль для наших компонентов. А в плоскости перетяжки гауссовое поле имеет такое вот распределение. И мы, соответственно, будем решать нашу задачу в паракциальном приближении. То есть, компоненты вектора k по оси z не сильно отклоняются от оси пучка. Для того, чтобы нам получить, соответственно, полное гауссовое поле, а не только в плоскости перетяжки, мы дважды воспользуемся преобразованием Fourier. Сначала мы получили пространственный Fourier образ в плоскости перетяжки, а затем, проделав обратное преобразование Fourier, мы получили поле гауссового пучка в параксиальном приближении. Вот оно выглядит вот так. Далее известно, что гауссовое решение — это, на самом деле, не одно решение, а решений Рейнгренгольца и их очень много. И вот одни из самых заметных решений — это ремидового гауссового модуль. И, соответственно, для наших нужд, для того, чтобы сгенерировать наши пучки, для того, чтобы их описать теоретически, нам нужны были моды 0.1 и 1.0, а гауссовый компонент является модой 0.0. Вот так вот выглядят компоненты нашего пучка. Давайте проверим, насколько это верно. Этиментальные компоненты выглядят вот так вот, и на самом деле это правильно. А как же выглядят радиальные компоненты? На самом деле, если мы проверим удовлетворение этих полей уравнения Maxwell, мы поймем, что у нас не выполняется уравнение Maxwell для компоненты ERO, то есть для радиального пучка. Соответственно, существует какая-то компонент из этого моды, и давайте ее найдем. Соответственно, плоскости перетяжки сначала, как мы получали ранее, она выглядит вот так вот. А затем, не очень очевидные, но довольно примечательные формулы, это уже, опять же, проделенные дважды преобразованием Fourier для моды 0.1 и 1.0. Они симметричны относительно замены x на y, все выводы вы можете посмотреть в учете, поэтому переведу дальше. Итоги, что мы получили? Вот эта картинка – это картинка моды 0.1, а эта картинка – это картинка моды 1.0. Соответственно, вот тут поляризация направлена вот так вот, тут вектор поляризации направлена вот так вот. Это распределение интенсивности. И тут, соответственно, модуль поляризации направлена вот так вот, а тут вектор поляризации направлена вот так вот. И с ложевых мы получим вот такой вот бублик по интенсивности и, на самом деле, распределение и поляризацию по углу. То есть вот такая вот азимутальная поляризация. Тут это не совсем так. Соответственно, у нас есть это модель 0,1, но у нас уже радиальная поляризация направлена наверх по его доли CY. Это модель 0, она направлена вдоль CX. И, соответственно, создав их векторно, получим вот такую поляризацию. Но это не поляризация, это без учета парадольные компоненты, но она не вносит вклад в поляризацию. Далее перейдем к более подробному рассмотрению наших публиков. Тут у нас все нормированы на ширину перетяжки. Ширина перетяжки – это расстояние от центра гауссового пучка, от оси гауссового пучка, на котором у нас интенсивность падает в ерас. Мы рассматривали атаку для более наглядной картины. И интенсивность у нас отнормирована на квадратной амплитуде электрического поля. 3D-картинка представлена для более наглядного представления того, насколько быстро от преодоления от оси у нас уменьшается интенсивность. Далее мы рассмотрели по продольную компоненту. Распределение интенсивности для плоскости y равно 0 для продольных компонентов. Вот это тут отложено ось z, опять же, нормирована на ширину перетяжки оси x. Как мы видим, у нас вот такое распределение продольных компонентов. И продольная составляющая имеет максимум в центре, в отличие от публиков, которые были ранее. И вот тут какое-то кольцо, которое как раз связано с уравнениями. Это можно опять же посмотреть в отчете. И сложив продольную уже интенсивность и интенсивность по радиальному, мы получим вот такое распределение для радиально-поляризованного пучка. Передаю слово Полине. Далее переходим к моделированию наших систем в Комсоре. Для начала мы рассматривали систему с одиноким электрическим резонатором в однородной среде. У нас была сверка из кремния с радиусом 85 нанометров, окружена в такую большую-большую сферу из масла с каким-то однородным показателем преломления. Вот здесь мы уже видим конфигурацию наших электрических полей. Слева азимутальная составляющая, справа радиальная составляющая. Здесь у нас анимированы длины волн от 420 до 800 нанометров. Мы видим, что у нас чем меньше угол с осью, тем меньше длина волны, и с увеличением угол раскрытия как бы увеличивается. Далее мы приблизим эти анимации поближе к резонаторам, и мы можем очень ярко наблюдать, что у нас появляются на двух каких-то длинных волн. Поле очень хорошо локализуется в резонаторе. Мы это очень хорошо заметим на следующем графике. Азимутальная составляющая. Вот он у нас, спектр рассеяния, точнее сечение рассеяния длины волны. И вот мы видим эти два резонанса, в которых у нас были эти красные кружочки в резонаторе. Мы сравнили наши результаты со статьей, в которой проводился аналогичный эксперимент. Единственное различие было в том, что там было три разных апертуры, а мы собирали со всей верхней полусферы. Но по сути мы видим, что у них разные апертуры влияли только на модуль, так что нас это не волнует. Нас волнует то, что у нас впал спектр. И далее мы сделали то же самое для радиальной панализованного лопучка. Вот, для радиальной панализованного лопучка и качественно тоже все совпало. Наша следующая система уже немножечко сложнее, она с подложкой. У нас был цилиндр алюминий галлия эрсенит, уже в воздушной среде, на подложке, состоящей из стекла, ITO и снова стекла. ITO — это такой материал, который очень хорошо отражается в инфракрасном диапазоне, а мы как раз-таки в этом эксперименте излучали именно в инфракрасном диапазоне от 1500 до 1700 нанометров. Далее на картинках мы видим поле без резонатора, то есть то, как отражает одна подложка. И уже с резонатором, причем на резонансной частоте, которая для нас самая интересная. Мы видим, что здесь очень хорошо локализовано поле в резонаторе. Давай дальше посмотрим. Вот, это как раз-таки та самая дина волны, 1604 нанометра. Это спектр отраженного излучения. Такой эксперимент ставили наши коллеги с FTF. Вот ссылка на них. И у них получилась та же самая резонансная дина волны. Давай дальше посмотрим, как это все выглядит. Вот так у нас выглядит резонансная дина волны. Здесь представлена такая очень наглядная 3D-вырезка. И дина волны для 1700 нанометров. В принципе, так выглядит поле для всех динволн, далеких от резонансной. Так что просто условно 1700 нанометров. Далее. Ну и далее мы видим, мы размораживаем время и видим уже эволюцию электрического поля в системе. То, как у нас проявляется уже бегущая волна на резонансной частоте. Ну и подведем итоги. Мы получили аналитические решения. Дистриментрических пучков в порексиальном приближении. Графически с помощью MATLAB мы построили интенсивности. И далее в консоли мы смоделировали возбуждение электрических резонаторов с подложкой и без подложки. Получили спектры и проанализировали. У нас все сошлось, и мы довольны. На этом все. Будете какие-нибудь вопросы? Большое спасибо за доклад. Какие будут вопросы? Алло, меня слышно? Прием. Здравствуйте. Да, вопрос. У вас уравнение Гельмгольца было написано? Скалярный уравнение Гельмгольца. Да, сейчас. Надо же стать имплитудом, да. У вас смысл вот этот, жирненький, да? Сейчас, секундочку. Да, написано скалярный уравнение Гельмгольца. Конечно, да. Это амплитуда электрического хора, конечно, да. Амплитуда, то есть это все-таки дефект? Да, амплитуда, конечно, да. Это просто амплитуда от xyz, конечно, да. Хорошо. Это просто дефект, да, небольшой. Понятно, хорошо. И еще один вопрос. Там, где вы показывали, как линейная комбинация мод дипольных порождает, азимутально поляризованную или радиально поляризованную. Вот, да, да. Ну, там, где были такие красивые картиночки у вас там. Да, 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 конечно, сейчас. Да, 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 да. Да, 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 вот замечательно. А вопрос, на самом деле, это не вопрос, искали комментарий. Знаете ли вы, что происходит с аналогичными модами в оптических волокнах? То есть, не знаете, ну, в общем, я бы сказал, оказывается, на самом деле, вот то же самое, что вы здесь рисуете, решаете оскалярное уравнение, пишете вот эти моды, оказывается, что в оптическом волокне, который является низкоконтрастным, то есть такой волновод диэлектрический, там есть точно такие же четыре моды, которые четырехкратно выражены. Но у них у всех одинаковый закон дисперсии. Вот, и такие обзоры можно по-разному комбинировать и получать также азимутально, радиально поляризованные, либо так называемые вот эти ЛП-моды. То есть, можете поинтересоваться, посмотреть моды электрического волокна. Вот, спасибо за комментарий. Это комментарий просто. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Если больше вопросов нет, тогда большое спасибо докладчикам. Спасибо.